Всем привет! Сегодня 29 мая 2020 года, Харьков. Дождик был ночью, водички заполнил нам. Тут два куба воды, два метра глубиной, метр на метр, бетонный колодец такой. Так что воду можно брать сюда. Вода должна быть без хлора. Хлор нам не подходит, поэтому или отстаиваем, или отдельно надо бочку, колодец такой вот. Сейчас я вам покажу из-за чего это сделано. Так, здесь маленький садик у деда, а вот и наша, смотрите какой куст здоровый, и весь ягода. Так, листья зеленые, видите кисти какие, это черника. Зеленые нормальные листья, но вот уже начинается такое вот небольшое покраснение. Некоторые вон листочки видно, вот еще одни молодые начинают краснить. Это говорит о том, что растение начинает неправильно питаться. Вот молодые кустики, тоже листья. Это я в этом году, Клеома, сервис западной Украины, выписывал себе новые сорта. У меня уже 11 сортов черники, видно, вот они, листики такие, идет покраснение. Покраснение весной, это у нас неправильное питание для корней. Когда корни плохо питаются, тогда идет отражение и на листьях растения. Поэтому она и из-за покраснения вот это и начинает болеть. Если не принять меры, листья начнут краснеть, краснеть, краснеть и совсем потом перестанут работать. Растение перестанет расти и может даже умереть. Так, что мы делаем? Мы уксус, вот, 100 миллилитров, вливаем 100 миллилитров уксуса, да, столового уксуса, вот он, вот такой вот столовый уксус. 100 миллилитров на ведро воды, на 10 литров воды, вот, 9-ти процентный столовый уксус. И достаточно полить ковшик под растение, чтобы исправить, улучшить питание. Это повысит кислотность. Такой простой способ дают только для черники. Клубника тоже требует влагу, полива, но для клубники надо уже без всякой кислотности поливать. Это старые листья, вот, я вытащил с помещения, потому что созревают в помещении, даже под Новый год можете получить ягоды. Черники же надо только открытый грунт. Пробовал я садить его в емкости, не получается. Открытый грунт. Ей надо большую емкость. Как видите, я выращиваю в покрышках. И через несколько лет будет вот такой вот куст здоровый. Больше полтора метра. Ягод, смотрите, сколько. Весь в ягодах. И обязательно мульчировать. Специально стоят отдельно покрышки. С иголочным опадом. В таких вот емкостях. Это наше питание. А вот где-то и нашел слизня. Видите, вот она. Поэтому с утра делаем обход нашего сада. Стараемся уложиться до пяти минут. Значит, красные листья весной на молодых побегах. Это признак того, что корни не усваивают питательные вещества. Земля для черники должна быть кислая. Подкисляем столовым уксусом. Можно лимонной кислотой. Столовая ложка полная должна быть. Очень полная. На ведро воды 10 литров. Спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok